Друзья, всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на проекте Artstyle. В этом году, как обычно, iPhone сделал несколько новых моделей. iPhone 16, соответственно, обычный. Именно о нем будет основной обзор. Расскажу особенности, плюсы и минусы, стоит ли обновляться. И, конечно же, вышел еще iPhone 16 Plus. Он у меня также есть. Чуть позже я на него сделаю обзор. Это то же самое, то есть вообще то же самое, только экран больше. Если iPhone 16, герой этого обзора, у него, соответственно, 6,1 дюйма экран, то здесь 6,7 дюймов в iPhone 16 Plus. То есть приставка Plus просто добавляется и все остальное, все то же самое. Абсолютно. Более интересная модель уже с титановым корпусом, а не с алюминиевым, как 16 и 16 Plus. Процесса, правда, приставка Pro я разницы, честно говоря, не вижу. Диагональ экрана также небольшая, но с приставкой Pro считается смартфон поинтереснее. Действительно, на мой взгляд, камера в нем несколько лучше. Но на последняя модель это 16 Pro Max. У меня ее сейчас на руках нет, будет чуть позже. Давайте все-таки поговорим об iPhone 16. Чем он отличается? И на самом деле отличий здесь несколько. Коротко отличия. Ну, во-первых, хорошо то, что на всех iPhone'ах есть физическая кнопка. Они ее называют камера-контроль. По мне, так это просто кнопка, которая была еще на кнопочных телефонах Nokia очень-очень давно. Хорошо, что Apple ее сделали, потому что раньше это была фишечка Sony. Sony очень любили делать физические кнопки с затвора камеры. То есть нажатие на нее делает фотографии. Можно и из заблокированного положения, соответственно, эту кнопку нажать и запустить камеру. Очень удобно на самом деле, но, как показывает опыт, она не сильно нужна, поэтому многие производители от них отказываются. Второе отличие это косметическое, но это полный бред, как в iPhone 11. Они уже не знают, чем выделиться. Кнопку сделали. Молодцы на самом деле. А то, что сделали, как на iPhone 11, камеры и блок расположения вертикальный, а не как на прошках вот в таком вот режиме, чтобы все просто понимали, что у вас iPhone новый 16 снова не старый. Еще отличие какое? Их несколько между Pro версиями и обычный 16 и 16 Plus. Рамочки на обычном 16 и 16 Plus, рамочки просто позорные, честно говоря, такой дорогой телефон, и делать такие рамки мне было бы просто стыдно. Но им, к сожалению, не стыдно. Я не берусь прям специально хейтить, но рамочки реально видны. На 16 Pro рамки тоньше, ощутимо. Второе отличие, как и говорил, не столь важно, но все-таки рама алюминиевая на iPhone 6, 16 и 16 Plus. И, соответственно, титановая вроде как это звучит круче. Она действительно по ощущению более такая премиальная, что ли. Но мне действительно вот по ощущениям 16 Pro зашел больше. Но он и тяжелее в разы. Если 16 обычный 16 весит всего 170 грамм при диагонали 6,1 дюйма, это самый маленький компактный смартфон. Если вы не против операционной системы Apple, то, пожалуйста, самый маленький телефон. Притом, с честным 2,5К разрешением. Более 400 пикселей найдем. Единственное, позорники, ребята, до сих пор 60 Гц. Соответственно, плюс и 16, только 60 Гц. Я вообще не понимаю, как Apple на это пошли. Не побоялись. То есть, они все еще верят, что они короли рынка, что им все можно. Честно говоря, 60 Гц делать в 2021 году было уже стыдно. В 2022 году стыдно. Но в 2024 делать 60 Гц. Это выше моего понимания. Да не обижайтесь те, кто его купил. Я понимаю, есть целая армия тех, кто любит Apple. Я постараюсь не хейтить его в опытном обзоре больше. Единственное, магазину Цифрус большое спасибо за предоставленный образец для теста, для обзора. Если будете iPhone, либо любой другой телефон, или технику, ноутбук, планшет покупать на сайте Цифрус, вас ждет подарок. Выберите сами огромное количество подарков разных. И вместе с телефоном, или планшетом, или ноутбуком приедет вам подарок от меня по промокоду ARSTYLE. Пользуйтесь. Ничего не нужно вводить. Вы просто добавляете товар в корзину на сайте Цифрус. Ссылка под видео будет. И пользуйтесь. Получайте подарки. Цены там хорошие. Магазин знаю много лет. И на всякий случай, эти iPhone, они не будут продаваться как новые. Магазин их будет продавать с оценкой. И будет написано причину оценки. Был на обзоре на YouTube-канале ARSTYLE. Все так по-честному работает. А мы продолжаем. Наоборот, даже скажу, что как будто компания Apple меня услышала, скажет, ну, Давид, у тебя есть само мнение. С другой стороны, я за всеми блогерами, другими не слежу как-то, не читаю, но я, по-моему, единственный в русскоязычном интернете еще лет 7 назад говорил, ребята, что за фигня, почему все ярлыки, они все прилипли сверху. Если на маленьком телефоне еще это было ничего, то вот на большом 6,8, а Прошка, кстати, про Макс, там вообще 6,9, они реально психанули и зафигачили 6,9 экран на Прошке, на старшей. Соответственно, 16+, у него 6,7 дюйма, и слава, Господи, Богу, какое счастье, иконки теперь не прилипли сверху, а их можно опустить вниз. Мало того, появилась такая фишка, тоже это за Apple, я критиковал, библиотека приложений, она теперь есть, как на Android, было с самого начала. Если у вас, например, вдруг 200 приложений, вы, например, творческий человек, у вас там куча всяких программ, или просто вы любите там поиграть в игры, куча всего, и хотя бы теперь порядок какой-то, правда, залезть в нее нужно через одно место, то есть не просто, как на Android делаешь свайп, например, здесь нужно попасть на последний экран, где написано «Библиотека приложений», и потом пальчиком еще вниз спуститься, в любом случае. Это круто, я такого не ожидал от Apple, они все-таки смогли это сделать. И меню приложения пусть работает еще через одно место, неудобное, но все-таки работающее. И то, что ярлыки вот эти под большой палец, неважно, если вы правша под большой палец правой руки, если левша под большой палец левой руки, пользователи Apple даже не задумывались, как это неудобно, пока я об этом не рассказал, и многие в комментариях на мои ролики про iPhone писали, блин, пользуюсь iPhone'ами там энное количество лет, и только сейчас дошло, это же неудобно. Теперь удобно, молодцы. По процессору, ну, знаете, я давно говорю одно и то же, года так, наверное, с 2011-2012. То, что современные телефоны настолько мощные, и то, что эти процессоры, они еще и, ладно, 12 я загнул, там, пятилетней давностью флагманы, неважно, Android это или iPhone, позволяет играть еще в игры, может, и не на высоких настройках, но все-таки. Здесь же каждый год фактически одно и то же нам дают и Android, и Apple, соответственно, iPhone. Айфоны, по факту, с приставкой Pro, новый процессор в прошках, соответственно, но хотел я его тщательно потестировать, скачал, не поленился, Resident Evil 4, думал, погоняю, ну, конечно, это извращение, на 6,1 дюймов играть, но думаю, ладно, запущу на самом младшем, как младший мастер, не запустился, сволочь. То ли из-за Samsung, то ли еще из-за чего, не знаю, скачать, скачал, естественно, в учетную запись зашел, iPhone без учетки бесполезен, его нельзя просто так включить. Кстати, когда iPhone я запустил, один из них, он у меня потребовал обновления, и я, не будучи хорошо, и я, не будучи таким стопроцентным юзером iPhone, был уверен, ну, пусть он фоном обновляется, а я буду телефон настраивать. Нифига. Телефон превратился, ну, не в кирпич, он просто, я ждал, пока скачается обновление, я не мог с ним ничего сделать, на Android такой фигни нет. Там скачивается обновление фоном, а я продолжаю пользоваться телефоном. Здесь, при первом включении, это не произошло. По факту, давайте поговорим о хорошем, а то все что-то накидываю, одно, второе, третье. Ребята, камера у iPhone традиционно была хорошая камера, и что еще важно, у них всегда была хорошая видеокамера. Даже я, человек, который не очень-то любит эту американскую продукцию, признаю, камера там лет 7 назад на iPhone была классная, а на Android далеко не везде она была хорошая. Сейчас уже и iPhone, и Android по качеству видео наравне. Кто-то скажет, Давид, да ладно тебе, iPhone все равно лучше снимает, ваше право. На самом деле, сейчас все телефоны снимают прекрасно, можно фильмы снимать, все, что хочешь. По факту, хорошая фотокамера, хорошая видеокамера. Единственное, Zoom, конечно, стрёмненький, двухкратный, без потери качества в устройстве, десятикратный с потерей качества. Это странно. С другой стороны, и Samsung делает фактически то же самое, и другие бренды в Android тоже сильно разграничивают свои линейки. Не сильно, а разграничивают свои линейки. Топ-фишки камеры оставляют на флагманах, что происходит и здесь. Но я не могу сказать, что фотографии такие прям выдающиеся, вау. На мой взгляд, Pixel лучше фотографировать. Честно, до обзора я специально не смотрел. Я сделал несколько фотографий, там, штук, не знаю, 10. С Pixel 7 я пользуюсь Pixel 7 до сих пор осенью 2024 года. И на iPhone 16. И мне самому будет очень интересно посмотреть. Давайте как сделаем. Сейчас первая фотография будет с iPhone 16, а следом за ним с того же ракурса с Pixel 7. Поставлю музычку какую-нибудь, наслаждайтесь. Ну как, кто лучше снимает на мой взгляд? Все-таки Pixel или Pixel старый 7 или iPhone 16? По качеству видео вопросов нет. Все классно. Единственное, iPhone какую-то кашу. Когда ты подключаешь его к компьютеру, да, телефон до сих пор кастрированный. Нельзя как флешку использовать, к сожалению. Apple и это сделает. Ведь Type-C все-таки на них надавили. И Type-C теперь на всех iPhone есть. Но по факту получаем какую-то кашу, какие-то кучу файлов. Потом их сортировать вообще непонятно, неудобно. Ну ладно, это я, может, несколько придираюсь. И скорее всего, если использовать MacBook, то, наверное, такого не будет. Просто видео одно, второе, одно и то же видео, получается два или даже три разных файла. Я вообще не понимаю, зачем. Одновременная запись 4K 60fps, iPhone 16 и Google Pixel 7. Сначала на широкоугольную камеру на iPhone 16. Теперь на широкоугольную камеру Google Pixel 7. Артурчик. Обратно на iPhone, обратно на Pixel. Зум двукратный, двукратные базовые модели. Да, Артур-сан, пойдем, пойдем, малыш, пойдем. И опять же, широкоугольная на iPhone и широкоугольная на Pixel. Малышек. Погнали, погнали. Одновременная запись 4K 60fps, iPhone 16 и Google Pixel 7. Сначала на широкоугольную камеру на iPhone 16. Теперь на широкоугольную камеру Google Pixel 7. Артурчик. Обратно на iPhone, обратно на Pixel. Зум двукратный, двукратные базовые модели. Да, Артур-сан, пойдем, пойдем, малыш, пойдем. И опять же, широкоугольная на iPhone и широкоугольная на Pixel. Малышек. Погнали, погнали. Итак, это Full HD 60fps, iPhone 16 и Google Pixel 7. Сначала на iPhone 16 переключаюсь на широкоугольную, а сейчас на Google Pixel 7. Теперь обратно, Google Pixel 7 и iPhone 16. Ну и зум очень скромный, и там, и там, всего двукратный. Обратно. Да, Артурчик? Молодец. Широкоугольная на iPhone 16, широкоугольная на Google Pixel 7. Full HD 60fps. Итак, это Full HD 60fps, iPhone 16 и Google Pixel 7. Сначала на iPhone 16 переключаюсь на широкоугольную, а сейчас на Google Pixel 7. Теперь обратно, Google Pixel 7 и iPhone 16. Ну и зум очень скромный, и там, и там, всего двукратный. Обратно. Да, Артурчик? Молодец. Широкоугольная на iPhone 16, широкоугольная на Google Pixel 7. Full HD 60fps. Ну и зум iPhone проверим. Это 4K 30fps для частоты эксперимента. Двукратный, дальше пятикратный. И шестикратный максимум всего лишь. Ну как всего лишь, но все-таки базовая модель. У других должны быть лучше, я надеюсь. 16-й iPhone Full HD 30fps. В вечернее время все смартфоны тестируют только 30fps. Продвижение, основная камера и широкоугольная камера. Сразу эффект галлона много больше. Опять основная. Проверяем. 340. Давайте о хорошем. То, что мне реально в айфонах понравилось. Я еще в айфоне 14, когда я снимал айфон 14 пару лет назад, я обратил внимание, что батарейка держит просто космически. Несмотря на крошечную батарейку 3500, грубо говоря, миллиампер-час, это очень мало. Даже для 6,1 дюймов, даже для амоледовского дисплея. Они там называют их красиво. Ретина, чего-то. По факту это просто амолед дисплей 2,5К с жутким позорным разрешением. Обещал не ругать. Но все-таки 60 Гц. Что в 16-м и в плюсе. Но все-таки. 2000 нит, кстати, яркость высокая. Все хорошо. Так вот, несмотря на это даже, может быть, 60 Гц влияет, но не сильно. Он практически неубиваемый. Я с ним вот пару дней походил, тестовые фотографии делал. Загрузил сюда несколько приложений. Говорю, не запустилось у меня вот это вот Resident Evil 4. Думал, поиграй. Ребята, он классно держит. Очень классно. Даже что бы с ним не делал. Такое чувство, что он, ну, конечно, полтора дня вряд ли при нагрузках. Но до вечера еще процентов даже там 30-40 останется. С 7 утра, если его взять. Не то, что в хост и в гриву гонять. Но очень долго. С другой стороны, знаете, по зарядкам, опять же, Apple все через одно место сделала. 25 Вт беспроводная зарядка. Это немало, на самом деле. Но на фоне Android устройств, которые более доступные. Тот же Huawei взять или Honor. Они дешевле айфонов стоят. И там зарядки 50-ваттные. Представляете? Здесь 25 Вт. Ну, и на этом спасибо. 45 Вт. Во всех четырех айфонах зарядка. 45-ваттная. Но тут проблема в том, что 45 Вт он выдает только при нагрузках. Если вы будете на айфоне играть, тогда, ну, только тогда пойдет 45 Вт. А так где-то в районе там 37 Вт по тестам. Это тоже не очень много. Меньше, чем у Samsung. И в три раза меньше, чем у китайцев. Я не понимаю, почему компания Apple так себя ведет. Но, опять же, и Samsung тоже самое делает. У Samsung тоже 45-ваттные зарядки. Но честные 45-ваттные. Здесь с огрехами. Еще, кстати, Always On Display. Это на заблокированном экране отображение чего-то. Его нет на обычных 16 и 16 Плюсе. И вот это со стороны Apple также мерзко. Потому что ни один Android-производитель так не делает своих флагманов. Да, они разделяют фото-возможности. Аккумуляторы более крутые. Ну и все. Что объединяет еще все четыре айфона? Это яркость 2000 нит. Она действительно высокая. Яркость очень крутая. Потому что она честная. Так же, как и в Samsung. Так же, как и в других. Не знаю, там Xiaomi взять. Кого угодно. Кроме китайских, опять же, телефонов. Некоторые. OnePlus, например. Мой. Я пользуюсь OnePlus. Там вообще может быть 4000 нит. Там Honor вообще с ума сошли. 6000 нит пишут. Это все маркетинг. По факту iPhone 16 довольно-таки яркий. Сочный. И на солнце читаемый. Еще я обратил внимание. Они очень хорошо поработали с датчиками. Освещенности. Не могу сказать, что он круче, чем на других телефонах. Но здесь он практически до нуля. Для меня это даже проблема, честно говоря. В полной темноте он скидывает до нуля. Но мне приходится вручную поднимать. Но это я. Кому-то наоборот понравится. Он практически до одного люкса скидывает. Экран почти невидимый. В темноте автоматически работает. По факту. Скажете, взялся обзор, сделает. Рассказал впечатление. Но вы же без меня все и так знаете. Я самое важное хотел рассказать. Стоит ли обновляться? На мой взгляд, никакого смысла переходить с 15-го. Нет, если у вас еще 15-й айфон. Может быть даже с 14-го. Потому что фактически вы получаете только кнопку. Вот эту вот кнопку именно на камеру, которую компания Sony делала еще 12 лет назад. Кстати, на всех теперь айфонах не физический датчик, как кстати на OnePlus, не физический переключатель, как был. А кнопка единственная. Ее длительное нажатие переводит в безочный режим. Единственное, что хорошо и нетипично для Apple. Они позволяют выбрать из нескольких программ. Можно даже диктофон, включить фонарик и так далее. И камеру в том числе. Не забуду про водозащиту. Она здесь полноценная IP68 на 4 айфонах. И еще отмечу в плюсах. Ребята, у него классный звук. Прям я реально залез в подкасты. Обычно я подкасты не слушаю. Ребята, ну блин, он так классно передает. В этом плане они конечно можно похвалить. С другой стороны, я не могу сказать, что там Samsung даже 24 сильно отличается. Они по-моему наравне. Но просто отмечу, я на Samsung звук хвалил и здесь хвалю. Прямо как будто колоночка крутая играть. Стерео естественно есть. Кстати, появилась фишка. Новая ее назвать сложно. Этой фишке тоже очень много лет. Они ее как инновацию приносят. 8К видео, кстати, не завезли. По крайней мере на 16-м. Я не знаю почему. Хотя просто для галочки поставили. Ну да ладно. Оно и не особо нужно. Теперь можно выбрать режим в уже отснятом видео, что либо мы звуки перед собой в радиусе кадр, либо со всех сторон. Но честно говоря, это какая-то фишка такая. Не очень мне понравилась. Потому что там 4 режима. Но например на экшн-камерах она работает лучше, чем на айфоне. Мне показалось. Мое мнение. То есть вы можете в пост-обработке на телефоне выбрать либо звуки перед вами, либо окружающий звук, либо киностудию. Мне киностудия больше понравилась. Мелочи. Но хочу что-то вот донести, что нового у них появилось. Фактически это тот же айфон, только с кнопкой, с другим расположением камер. Потому что даже 14-й был такой же, если любите Apple, он фактически точно такой же. Каких-то инноваций нет. Они не смогли реализовать технологию, чтобы убрать вот этот вырез знаменитый, дурацкий, который мне очень не нравится. Он реально раздражает. Но к этому можно привыкнуть. Там датчик, соответственно, Face ID, который даже в темноте разблокирует вас. Но Android как-то это все обходит. Android какие-то технологии приносит. И выдвижная камера у них была. И слайдер был. Под экраном даже камеру сделали. Но она отстойная справедливости ради. Фактически новый айфон. Да, конечно. Если вы любите Apple, у вас есть финансы, пожалуйста, покупайте. Не забывайте, по промокоду еще и подарок получите. Можете ту же зарядку взять. Она пригодится. В комплекте ее нет в магазине Цифрус. А так, на мой взгляд, конечно, поинтереснее взять прошку. Она, конечно, тяжелее. Она больше 200 грамм весит. Но здесь уже камера поинтереснее. Здесь честный пятикратный зум. Да и десяточка не такая плохая. Максимум до 25 бахает. Но уже, соответственно, с потерей качества. Вот. Что могу сказать в заключении. Каждый решает для себя сам. На мой взгляд, это называется из пальца высасывать. То есть, добавить кнопку, что-то еще. Но не сделать 120 Гц в таком дорогом телефоне. Не сделать область он дисплей в таком дорогом телефоне. Я не понимаю. Apple, как всегда, самая жадная компания из всех, на мой личный взгляд. Кстати, как вам атмосфера? Снимаю в Ростове и на Дону. Фотографии все из Ростова. Полочка новая. Большой ремонт идет. Все делается в ростовской квартире. На этом сегодня все. Как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением. Давид Арстайл. Чуть позже будет Прошка и будет, соответственно, 16+. Хотя он точно такой же. Но обзор все-таки я на него сделаю. На этом все. Подписывайтесь на мой проект. И будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением. Давид Арстайл. Я купил себе недавно офигенный телефон. Супер-мега-нет-ребетно-задребательный смартфон. В нем есть камера и фотик, серок, факс и жбрес. Телек, радио, приемник, мастерок и стеклорез. Холодильник и напильник, перфоратор и сверло. Небольшой точильный камень, молоток и долоток. Ночью в темных переулках мне не страшно ничего. Потому что в телефоне на учаге у меня. Да! Нафига мне зажигалка, зонтик, спички и часы. Все есть в этом телефоне, хоть за пазуху носы. Ходят по пятам копылы, не жалея своих ног. Потому что там есть виброкунелиновый звонок. Никому я это чудо технологий не продам. И насрать на то, что весит он 17 килограмм. Е-йо-а! Килограмм! Е-йо-а! 17! Е-йо-а! Очень много, конечно, ну чё, я накачаюсь. Буду таскать его с собой, вместе с гантели.